каждая женщина которая любит царица всем привет рейдеры и добро пожаловать на борт с вами капитан песик огромное спасибо илюхи саруману за предоставление своего аккаунта и как вы уже поняли речь пойдет о легендарном герой из темных эльфах это царица его на действительно царский изобразили ее разработчики но это очень очень крутой герой давайте познакомимся с ней поближе первый ее скилл называется прожигание атака по врагу с вероятностью 50 процентов накладывает штраф лечения сто процентов на два хода бонус штраф мы увеличиваем на 30 процентов и да это конечно очень очень хороший скилл на зеленую цитадель конечно же также может зайти в отдельных случаях на лавого рыцаря хорошая автоатака большой шанс лечения сто процентов штраф 2 скилл дневное проклятие герой атакует врага два раза если цель погибает накладывает блок воскрешения скилл бьет очень больно перезарядку мы можем уменьшить до трех ходов и при этом увеличить урон на 25 процентов хороший скилл против героев которые воскрешают на арене и конечно же на ледяном големе против его миньонов третий скилл это кража энергии это самый главный скилл атака во всем врагам сокращать шкалу скорости на 20 процентов если цель погибает перезарядка всех навыков героя сбрасывается при этом шанс критического удара плюс 15 процентов на самом деле перезарядку апать ей не обязательно этого навыка но желательно бы конечно пропать от 25 процентов урона по параметрам мы видим хорошую хорошее здоровье очень хорошую атаку но атака друзья в принципе это не показатель потому что на каждом скиле есть свой множитель урона слабенькая защита понятно это же герой атаки хорошая скорость и по оценочкам как видите да гнездо паучихи главы компании атака на арене голем это конечно же заслуженные оценки но как сказал илья саруман что на гнездо паучихи на 20 уровень этот герой не очень на мелкими этажи конечно же она там будет очень хорошо давайте переместимся в коллекцию посмотрим на нашу красавицу вот такая вот сила этого героя 45 с половиной тысяч немного хочу спалернуть и здесь уже качается новый легендарный герой скарг именно следующий обзор героя будет поэтому герою мы вернемся к царице как ее одевать здесь стоит комплект скупор 25 процентов наложить сон конкретно эта царица его было сделано под арену кто не знает что комплекты на комплект не влияет меткость вот с этим шансом она может наложить на противника сон ботинки мы оставим ей на скорость броню на атаку перчатки на крит урон при условии что мы допами добираем крит шанс очень много захожу на аккаунт на стримах и вижу распространенную ошибку среди всех игроков люди ставят перчатки на крит урон и при этом у них крит урона плюс 150 и 160 а крит шанса всего 30 процентов и 30 процентов будет нанести вот этот вот дополнительный дамаг с крит урона и это конечно же ошибка если ваш вид шанс составляет меньше 75 процентов это вообще минимальный показатель а лучше всего его делать 85 плюс но нет смысла вам ставить перчатки на крит урон запомните друзья это правило в верхнем обвесе мы уже выбираем нужные ей параметры такие как атака скорость конечно же крит шанс крит урон и меткость меткость этому герою очень важна потому что со своего третьего навыка она будет сокращать шкалу хода на 20 процентов талантом опять же этот герой выкачан на арену здесь мы опять ветки поддержки идем через меткость и конечно же берем дурной глаз что позволит нам сокращать шкалу хода на 25 процентов с помощью этого таланта ветки атаки мы можем взять как безупречное исполнение так и крушитель шлемов на арену но имейте ввиду друзья если вот эти 50 процентов сработают то понятно что дамаг будет больше безупречное исполнение это более на стабильный дамаг перед урона плюс 20 процентов если мы делаем царицу еву от подземки ну конечно можно ее качать через военных дел мастер одевать сет вампиризма одевать разнообразную солянку одевать нужные сеты нужные параметры неважно самые главные параметры для нее это атака скоро крит шанс крит урон и меткость у бижутерии конечно же мы также увеличиваем ей урон ставим колечко конечно же на атаку амулет на крит урон и знамя на меткость если вы вытащили этого героя в начале игры мидгейме неважно знайте что этот герой очень очень круто качает форм на карте 12 и где падает 4 принципе здесь на последней карте неважно на какой локации мы будем качать форм отличие от 6 карты и 3 в том что на 6 дают немногим больше опыта а на 3 дают немногим больше серебра так что как вариант качаться именно на 12 3 и смотрите как царица его может качать форм очень важно друзья чтобы вы развили вашу царицу его так чтобы со своей масухи она добивала хотя бы одного моба это катер касается того что если вы выбиваете ее в начале игры да и вы видите 8 секунд лучшее время 7 секунд показала она очень-очень быстро будет качать вам форм самое главное еще раз повторюсь оба на со своего скилла хотя бы одного добивала механика такая если она добивает по соответственно у нее на следующих от массу скоро она снова откатывается на клан босса конечно ее ставить не стоит на воинах фракции она будет просто великолепно если мы спустимся в подземке то конечно же цитадель духа она будет чувствовать себя как рыба в воде также будет заходить принципе во все остальные цитадели краски и конечно отлично будет себя показывать на волнах и прохождение к боссам и зайдет конечно же на лаву рыцаря со своим штрафом лечения но на 20 получих у друзья ее не стоит качать потому что там слишком жирные паучки и масуха будет откатываться долго если она естественно будет не добивать паучка на малых этажах паучихи она будет конечно же хороша на арене царица будет выглядеть просто великолепно именно туда качал и и одевал ее илюха свою супер мега скоростную команду давайте выберем хорошего противника да вы видите что здесь есть уже арбитр есть или сандра это вот два на самом деле такая топовая связка скоростных героев которые просто не дадут походить любой команде да здесь есть штраф защиты в виде заргала и конечно же здесь царица ева именно комплекс на он поставил для того чтобы бороться с пачками сопротивления потому что она будет накладывать сон невзирая на их сопротивление да я думаю здесь просто можно включать на авто все это работает и вы видите что царица ева наносит просто невероятные цифры урона давайте пробегу так вот всех проклацаем просто потому что это позволит конечно вот такая команда скоростная позволит очень быстро и хорошо фармить медаль здесь вы видите штраф защит вот эта команда возможно у нас не упадет да здесь уже команда через ауру защиты и царица ева сейчас не добила всех потому что вы видите здесь два героя синего и финти вот со своего второго склана нанесла 15000 урона в этой команде конечно же ей не страшно здесь на всякий случай есть тот же самый арбитр который ее воскресит и эта команда сто процентов конечно же обречена на поражение но она дошла до золота 4 и эта команда стоит конечно же внимание в том плане пачка через ловца уже очень хорошо за заходит на арену а вот сильная пачка или зла то аура защиты у ловца очень хорошая плюс есть эпический герой тайру давайте вот так вот всех пройдем попробуем проанализируем урон как она себя ведет в каком обвесе до лисандра здесь конечно очень хороша в принципе как и везде на отличный дамаг она наносит свои массу и и конечно же она будет усыплять сейчас посмотрим как на мы сейчас заргала добила большого у на здесь царица ева сейчас должна походить со своего второго скилла она опять вот отлично она опять у нее откатилась массу хаян опять с нее ударила потому что в первый раз она добила двух героев это очень крутой скилл в плане того что она может два раза походить массово и как мы знаем что в любом случае в команде будет какой-нибудь заливщик либо вот герой атаки который по-любому упадет с этой массу хи пусть на есть она будет ходить второй раз по соответственно она походит снова массу хавать сейчас дойдет ли очередь до нашей царицы не знаю но вряд ли да эта команда действительно топовая в плане скорости и против нее конечно же очень тяжело бороться да здесь вот против этой команды конечно же заиграет команда очень жирная с большой силой с большим сопротивлением либо же команда через гегемона других вариантов нет если эта команда побеждает по скорости то в принципе ее очень сложно уже победить потому что здесь есть все нужно здесь есть баф атаки здесь есть штраф защиты и здесь есть массу ха с хорошим коэффициентом урона да здесь конечно соперники по 85 тысяч силы по 87 сейчас мы сделаем как мы обновим песок попробуем вот это уже более жирная команда да видите что рожка арбитр синий афинти все-таки выжил вот попробуем сейчас что-то с ними сделать стоит блок урона у нас есть арбитр который со своей массу будет сокращать действие бонус так вы видите что входящий урон в принципе от такой танковой пачки он несущественный поэтому здесь уже нам не стоит бояться и нам хочется посмотреть как же царица Ева пробьет со своего второго скила но она не успеет него пробить потому что рожка очень-очень сильно ударил со своего скила мощного и при этом царица сможет бить только с автоатаки автоатака 31000 это достаточно приличный я считаю да вот с такими командами бывают затяжные бои но в любом случае и команды проигрывают да вот опять она по валькирии нанесла очень мощный дамаг давайте обновим список илюха наверное надеюсь не будет ругаться давайте вот из шазара хорошие до 151 тысяча силы посмотрим сможем ли мы эту команду победить очень люблю ходить на арену особенно на чужих аккаунтов с бафом атаку ангар хотел сказать гаргараба да вот отличный вариант замена тому же самому так я хочу его получить аж забыл как его зовут конечно же арбитр конечно же арбита вот смотрим как она пробьет до 32 38000 здесь просто противоположная фините поэтому не получился хороший дамаг по ловту вылетел слабый здесь уже одна остается венциносная но посмотрите посмотрите как пробьет венциносный под бафом атаки это будет очень больно да чуть-чуть венциносно не хватило чтобы добить нашу царицу ева самом деле это очень крутой герой и команда была действительно сильная 151 тысячи силы давайте поищем еще достойных противников то здесь у нас есть по 5000 силы даже не знаю о вот это дев пачка последняя последняя с кем мы наверно посражаемся вот именно против таких пачек илья поставил сет сна которые не убиваются с прокаст естественно мы здесь походим первый потому что у нас аура скорости и два залива посмотрим как заргала нанесет свой штраф данный троих она нанесла и смотрим пробуем да дэв пачка с такой огромной силой была повержена наших а выжила одна преподобная топовый танк топовые защиты команда ни разу не проходила нанесла 0 урона тоже давайте подведем итоги царица его действительно очень крутая легендарная героиня поэтому конечно же ее стоит качать и конечно же можно вливать неё книги но друзья есть очень важный момент допустим у вас есть герой длиноборот или тот же самый арбитр николас преподобная и так далее ну конечно же здесь надо уже расставлять приоритеты в кого вкладывать книги но если у вас единственная легенда царица его либо же несколько легенд но есть слабые то не сомневайтесь выливайте в этого героя книги особенно конечно же хотелось бы апнуть урон на третьем навыке спасибо за просмотр подписываемся ставим лайки я с вами прощаюсь с вами был капитан песик всем пока а